Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники! С вами Наталья на своем канале Сад и Огород Круглый Год И заставили вы меня опять в саду Я у себя в саду возле дерева кизил Собираю Посмотрите, пожалуйста, как обильно плодоносит кизил Вы видели такое плодоношение кизила? Посмотрите Огромное количество ягод Посмотри, ветки Просто, просто падают Просто падают Под тяжестью этих ягод Ну, в общем-то, я начала Собирать эти ягодки Это уже второе ведерко На той неделе я собрала Уже такое ведерко То есть, вот на таком маленьком дереве Вот такое огромное количество Сама ягода кизил Она в грушевидной форме Что это за кизил? Так, ложу Это кизил семен Это привитой кизил Я весной показывала вам видео Когда цвел кизил Он красиво цветет С желтыми первыми цветочками Что мы должны знать про кизил? Это то, что кизил очень плохо Поздно входит в период плодоношения На седьмой год Входит, плодоносит наше дерево кизил Ну и плюс надо ему пара Вообще, существует такая пословица Что если хочешь оставить наследство детям Посади кизил Почему? Потому что вот из-за того, что очень долго входит плодоношение Это первые ягоды появляются Плюс пару лет, пока будет вот такое обильное плодоношение Вот и годы проходят Но это не касается моего кизила Под названием семен Это не единственный сорт привитой Но у меня в данном случае такой То есть, когда я купила кизил Однолетний Однолетний саженец кизила На следующий год У него уже были плоды А вот сейчас ему 4 года Деревцо вообще небольшое Но я так себе думаю, небольшое Потому что на нем столько всегда плодов Он не может столько нарастить себе веток Потому что он всегда в перегрузе Ну, кизил вообще невысокое деревцо Получается И ему не надо совершенно пары То есть, вот привитой кизил Пара не нужна Вот такой вот красивой грушевидной формы Ну, как я сказала, 4 года Каждый год изобильное плодоношение Ну, в зависимости, каждый год все больше и больше Потому что веток наращивается больше Я очень довольна этим кизилом Кизил вкусный, ну и поздний Вы знаете, у нас полно ягод В августе В начале сентября еще много чего есть А вот конец сентября Вот как раз поспевает мой кизил Семен На ту неделю я собрала уже такой ведерочко кизила Вы знаете, он становится темно-свекольного цвета И сейчас я собираю В общем-то я немножко выбираю Какая потемнее ягода Но даже если я возьму самую крупную ягоду Попробую Она все равно терпкая То есть вот срывая с дерева ягоды Они все равно терпковатые А что же делать? Дело в том, что вот почему я срываю Можно сказать раньше Я набрала эти ягоды Потом я растелю на чем-то плоском Желательно, чтобы оно было в один слой Потому что вот так вот оставлять ведерки В какой-то емкости Чтобы доходил кизил Он будет портиться, нельзя Поэтому лучше его растелить И тогда он просто обалденный Он становится сладкий, очень мягкий Его хочется кушать и кушать просто так Делаем компоты Очень хорош в заморозке Можно варенье перетирать его Ну, страдающий геморроем Рекомендуют есть прямо с косточками Не знаю, с косточками не пробовала Но шикарная ягода Мой кизил Ну что ж, я вас убедила Что стоит посадить вот такое вот небольшое деревцо Если я устала, уже два ведерка Таких я собрала, считайте Но тут еще точно три есть, как минимум То есть очень хорошо плодоносит Стоит его посадить Тем более, что вы прочитаете про его полезные свойства А там их просто огромное количество С вами была Наталья Ставим лайк, если понравилось Ну и до следующей встречи Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok